Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. С нами на связь вышел наш народный эксперт, москвичка Людмила Владимировна. Она, как всегда, подготовила для нас увлекательную историю о песне, которая занимает особое место в репертуаре Димаша. Кто уже догадался – молодец! А кто еще нет, обязательно досмотрите этот выпуск до конца и напишите свой ответ в комментарии. Здравствуйте, дорогие друзья канала Алга Петербург. Пока наш любимый Димаш отдыхает от своих концертов, у нас появилась возможность поговорить об одной очень интересной, красивой, трагической песне, известной всему миру уже теперь, которая является визитной карточкой Димаша, и которой Димаш сам относился с особым трепетом. Вы уже, конечно, догадались, что речь пойдет о песне «С.О.С». Полное название этой песни – «Обращение землянина к вселенной с просьбой о спасении». Димаш исполнил эту песню на китайском песенном конкурсе «I'm Singer». наступление Димаша, молодого казахского певца, до того никому неизвестного, который на таком престижном конкурсе исполнил эту песню с таким успехом на французском языке, вызвало настоящий шок у зрителей и у жюри. И уже на следующий день имя Димаша и его голос замечательный стал известен более чем 600 миллионам зрителей. В чем же секрет этой замечательной песни и какова история ее появления? В 1976 году французский композитор Мишель Берже и поэт Люк Ламадон написали первую в истории Франции рок-оперу под названием «Стармания». Довольно мрачная опера. Действие происходит в каком-то подземном городе, где царят убийства, предательства, вражда. И вдруг там появляется такая светлая, чистая ария с очень высокими нотами, которую композитор написал специально под голос, необыкновенный голос певца того времени Даниэля Беловуана. И, собственно говоря, вот эта вот песня, она вошла уже в историю после его исполнения. И многие певцы брались исполнить эту песню. Далеко не всем удавалось достичь таких же высоких нот. И, в общем, это продолжалось довольно долго. Я прослушала многие из этих исполнителей. В результате лишь одному последнему исполнителю этой арии, молодому, талантливому, но очень больному и рано ушедшему из жизни, Григори Ле Маршале удалось спеть эту песню, ну, невысоким голосом. У него голос был очень красивый, но не очень сильный. Несмотря на это, вся Франция обожала этого молодого певца, который мужественно боролся со своей смертельной болезнью. Он умер в 24 года. После него уже не было достойных исполнителей этой песни. И лишь в 2015 году, когда Димаш Кудаберден выступил на международном конкурсе песни «Славянский базар», победил на нем, получил гран-при. И вот он как бы принял эстафету от Ле Маршале, и песня вновь как бы ожила и начала свое победное шествие уже в течение вот с тех пор и до сих пор ее поет, исполняет успешно Димаш. А после триумфального, так сказать, выступления на китайском Сингере, французы заметили Димаша и пригласили его выступить на престижнейшем телешоу «Les Années Bonheur» – «Счастливые воды», на котором выступают самые известные певцы Франции, конечно. Но оказалось, что он не только что просто выступил на одной сцене с ними, он выступил гораздо лучше, гораздо мощнее, а тем более, когда они услышали его голос, когда он закончил выступление, упав на колени, как обычно он делал, публика вся просто встала в восторге, долго аплодировала ему и восхищалась. Даже когда он, скромно сказав, «Рахмет убежал со сцены», ему он спешил в аэропорт, они продолжали все еще ему аплодировать. После этого, конечно, Димаш был очень вдохновлен и неизменно на всех своих концертах он выступает с этой песней. Ну вот начнем. В 2018 году он на концерте, в лондонском концерте он исполнил эту песню, и там он посвятил ее своему другу, самому ближнему другу, фигуристу Денису Тен. И эту песню, впоследствии он ее посвятил также и на выступлении в Астане летом 2019 года. Димаш выступал с этой песней на двух концертах в Москве. В общем, во многих, на всех своих концертах он обязательно с этой песней выступал с неизменным успехом, публика его воспринимала с восторгом. Очень, очень значимым для него выступлением, каким-то особенным исполнением песни СОС было выступление на концерте династии в Чфу-Джоу. Это просто потрясающее выступление было Димаша. В мае 2019 года Димаша, уже известного певца, исполнителя этой песни, пригласили на Абу-сон, Тиви-сон в Токио. И там исполнение его вообще было обставлено очень красиво. Он выступал в таком луче прожектора необыкновенном. Это привело к тому, что его пригласили уже на джазовый фестиваль в 2020 году, который должен бы состояться в мае месяце этого года. И будем надеяться, что коварный коронавирус не помешает этому претию. Представляете, ему дали 80 минут. Это почти целое отделение концерта, и он туда собирается ехать со своим бэк-вокалом. И это будет... Огромную роль сыграет в его популяризации уже на других странах, таких как Япония и Корея. Очень красиво исполнил эту песню Димаша на концерте в Нью-Йорке. Все-таки там еще мало был он известен, и особенно эта песня. Димаш так трогательно там рыдал почти, упал на колени и довел публику до слез своим выступлением. Ну, наконец, концерты этого года в пяти городах, которые, к сожалению, прервались, опять же, благодаря, в кавычках, этому коронавирусу. Вот. Но я что хочу сказать. На каждом из этих концертов Димаш пел песню «СОС», которая приобрела совершенно новое звучание на этих концертах, потому что там он выступил, основной темой как бы его песни стало не обращение одинокого землянина к вселенной, а прозвучал мощный призыв певца, чтобы обратить внимание, всеобщее внимание к тому, что происходит в мире – разрушение, слезы, гибель людей. И вот этот мотив, он как бы идет в один ряд с песней самого Димаша «Война и мир», которым также звучит призыв к миру. Так что Димаш выступает на этих концертах совершенно в другой роли, в роли уже такого певца мира, трибуна общенародного, такого международного значения. Ну и, конечно, можно было бы бесконечно перечислять все концерты, все выступления Димаша. Да, я забыла еще один интересный очень факт упомянуть. Когда в 2016 году Димаш в составе делегации артистов, учащихся Института искусства, побывал в Белграде. И там он спел эту песню. И представьте, ему не поверили, что он ее спел вживую. И попросили его исполнить акапеллу, что Димаша сделал с большим успехом. Все были страшно удивлены. И не могли поверить в это, но это же является еще одним доказательством того, что Димаш под фанерой не поет. И, конечно, еще можно было множество примеров привести. Но мы, так сказать, думаем, что это Димаш сделал все, чтобы эта песня вошла в историю прошлую и будущую. Потому что песня ждет тоже большое будущее. Все равно она будет занимать огромное место в репертуаре Димаша. И вы знаете, вот я тут прослушав песню, много раз прослушав песню, новые песни его «Your Love», я нашла там очень похожие места по своему низкому звучанию. Как-то вот такая перекличка получилась между двумя этими песнями, потому что эта песня тоже о страдании, переживании к человеку. Поэтому мы ее тоже очень полюбили и готовы слушать и СОС, и песню «Your Love» бесконечно. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Как всегда, Людмила Владимировна нашла, чем нас удивить. Даже я, делая фильм об этой композиции, сегодня узнал много интересного. Вот что значит «Народный эксперт». С нетерпением будем ждать следующей встречи. Алга, Димаш! Спасибо.